всем привет рада видеть вас на своем канале вот такая красота сегодня у меня в работе у меня сегодня модель а это значит что сегодня покрытие и дизайн полностью мои то есть клиентка просто сидит и смотрит что я выполняю на ее ногтях стать неделю назад она мне написала что хочет попасть ко мне в качестве модели и прислала вот такие фоточки с неделю назад все ногти были на месте сразу записать ее не смогла свободное окошко было только через неделю когда ко мне пришла уже трех ногтей не было она записалась сразу после того как ей сделали эти ногти к слову сказать эти ногти ей также делали по объявлению ищу модель этот мастер сразу предупредила что у нее опыт и нет что она только учится выйдя после того мастера клиентка сразу написала мне но так как у меня свободного окна не было пришла только через неделю и я попросила ее не снимать ногти то есть мне для видео конечно же интересно вот такая работа так что ей пришлось такими ногтями ходить еще неделю я приступаю к снятию старого материала все отслойки нужно убрать ноготь на указателем пальца это единственный ноготь который более-менее имеет форму поэтому я там старый материал полностью убирать не буду уберу лишь отслойки которые у кутикулы есть и не буду также убирать длину а на остальных ногтях буду убирать старое покрытие и буду убирать длину буду перенаращивать так как ногти явно неправильной формы свободный край задран вверх прям такие трамплинчики получаются поэтому смело убираю длину будем наращивать будем делать новые правильные ровные ноготочки убираю старый материал потихоньку не спеша здесь очень много отслоек и со стороны кутикулы по бокам и со стороны свободного края которая кстати срезала но все равно вот под покрытием есть отслойки поэтому на этом ногте я старый материал сняла практически в ноль ничего сложного здесь нет просто постепенно снимаю старый материал единственное конечно же долго с таким снятием с таким но я не назову это сложным снятием просто муторная долгая работа долго проводилась со снятием нужно очень аккуратно работать нужно аккуратно работать и кутикулы так как там много затеков гель гель просто затек на кожу мне нужно с кожи также снять этот гель-лак и чтобы не перепилить не кожу не ноготок работать нужно очень аккуратненько не спеша именно поэтому на такое снятие уходит больше времени чем обычно на ногти мизинца точно такая же ситуация как она ногти безымянного пальца здесь также практически весь материал нужно снять так как очень много отслоек пилка придаю форму на единственном сохранившимся ногти будет миндаль от точек просто скругляю к торцу и обязательно прохожу пилка по поверхности распушиваю чешуйки ногти и заодно убираю остатки от слоек на остальных ногтях также пилка прохожу по поверхности убираю глянец и убираю остатки от слоек апельсиновая палочка отодвигаю кутикулу открываю под кутикульный карман смотрите какая кожа сухая грубая вокруг ноготка такая идеальная кутикула для нейл блогера очень разительный контраст до и после фрезой работаю как обычно на скорости 17000 оборотов такой вот укороченное пламя или удлиненная пуля что-то среднее между пулей и пламенем сначала прохожу фрезу по ногтевой пластине счищаю остатки птеригия которые остались после фрезы спускаюсь боковой валик там прочищаю если нужно фрезой слегка прохожу по ногтевой пластине убираю остатки старого материала далее фрезой работаю с упором в кожу щечка фрезы поддевают кожу приподнимает кутикулу для среза и шлифуют кутикулу изнутри все те же самые действия только на реверсе и с другой стороны здесь кожа сухая очень хорошо поддается срезу шара поэтому фрезой шар на скорости 6000 оборотов я счищаю кутикулу и шлифую кожу также фрезой шар пришлось долго повозиться так как очень много заусенцев много таких вот обрывков кожи которые нужно убрать и достаточно грубая кожа вокруг вокруг пальца подушечки под ногтевой пластины поэтому это все нужно зашлифовать и убрать огрубелости фрезой шар на скорости Убираю пыль и вот такой ноготок у нас получился. Ногти готовы к покрытию. Для сравнения с другой рукой, но на левой руке кутикула опрятнее, чем на правой. Зачастую так бывает. На подготовленные ногти я наношу праймер. Далее в грунтовочный слой каучуковой базы втираю материал в поверхность ногтя. Ноготь на среднем пальце. Тот, который был поломан, он поломан прямо в кожу. На него трудно подставить форму. Поэтому полигелем я достраиваю немного свободный край. Полигель просох апельсиновой палочкой. Отлепляю его от подушечки пальца и подставляю в форму. Разрезаю форму по бокам. Освобождаю боковые валики. Заужаю в форму. И гелем выстраиваю свободный край. Ничего сложного нет. Просто вырисовываю по форме новый свободный край. Очень важно, чтобы были перекрыты точки в роста. И гель немного заходил на ногтевую пластину. Ну, в моем случае, на полигель. Чтобы, когда сняла форму, новый свободный край не отвалился. Удобно достраивать свободный край каким-нибудь камуфлирующим гелем. Я взяла вот такой вот молочный. Его хорошо видно на форме. Хорошо видно, где я его нанесла. А где еще нужно поправить линию свободного края. Снимаю форму. И сразу же делаю выравнивающий слой. Ставлю капельку геля. Распределяю его по поверхности ногтя. Тоненькой кисточкой подвожу к кутикуле и бокам. Еще немного геля добавляю в серединку. И переворачиваю ноготь. Ногти готовы. Убираю липкий слой. И теперь нужен опил. Я не опиливала выложенную подложку. Не придавала форму свободному краю. Решила, что сделаю укрепление. И потом сделаю опил. В принципе, так и выполняю. Выравниваю свободный край. Придаю ему форму. Делаю одинаковым с ногтем на указателем пальца. Вернее, форму делаю одинаково визуально. Но, естественно, ноготь на среднем пальце должен быть немного длиннее, чем ноготь на указательном пальце. Нужно соблюдать пропорции. И также немного выравниваю поверхность. Для дизайна понадобится вот такой вот невероятно красивый сиреневый оттенок. Этим оттенком рисую такие вот произвольные полосы на ногтях безымянных пальцев. На одной руке на ногте среднего пальца у нас будет новогодняя игрушка-шарик. Рисую шарик. И сверху к нему дорисовываю бантик. Все это рисую одним цветом. Остальные ногти, где не будет дизайна, перекрываю этим цветом полностью. Очень красивый плотный оттенок. Он такой какой-то праздничный. Оставлю в один слой, поэтому сразу выравниваю цветы кутикулы. Далее нужны блестки. Это коллекция Shine. У меня такие вот фиолетовые блестки. На второй руке, где не будет новогоднего шарика, я ноготь на мизинце закрашиваю этими блестками полностью. Выделяю центр бантика этими блестками. И также добавляю произвольные извилистые линии на ногтях безымянных пальцев. Блестки ставлю у основания бантика. И немного растушевываю эти блестки, растягиваю на сам бант. Закрашиваю внутреннюю часть. И также по кругу наношу блестки на шарик, растушевывая к центру, сводя к центру блестки к минимуму. Очень красивые плотные блестки. Они невероятно переливаются. На ногти мизинца я нанесла их в один слой. Как будто фольгу мелко-мелко-мелко порезали и очень густо насыпали в баночку. Материал ложится очень густым и укрывистым слоем. Перекрываю все ногти топом. У меня топ-кристалл от Лавли. Топ дает очень красивый глянец и хорошо носится. И теперь нужна белая гель-краска. У меня также она от Лавли. Вернее, это гель-паста. Поэтому рисую ей уже поверх топа. Она у меня заканчивается. Нужно обновлять. Прорисовываю этой белой гель-краской свои вот эти вот извилистые линии. И также прорисовываю этой белой гель-краской бант и шарик. Продолжение следует... Ну и по традиции, напомним, какие ногти ко мне пришли. Обсуждать это покрытие бессмысленно. Я думаю, сам мастер видит, что работа выполнена не очень. Но это все можно объяснить тем, что мастер учится. Все мы учились. У всех по-разному первые работы получались. Уверена, есть и у Котпу. И такие первые работы были. Ну и то, что мы получили по итогу. Вот такие праздничные нарядные ноготочки получились. Ссылку на интернет-магазин Лавли обязательно оставлю для вас в описании под видео. Очень крутая коллекция. Вот это вот Shine Bluestок. Естественно, там есть блестки разных оттенков. Так что проходите, выбирайте. Ну а если вам понравилось преображение, жду от вас лайк. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Впереди много интересных видео. На сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok